3 августа от военнослужащих Саровской дивизии поступил сигнал, что в лесах Мордовского заповедника имени Смедовича произошло возгорание. Пожарные аварийные подразделения РФИАЦ в НЕФ и города оперативно отреагировали на сигнал. Обнаружили возгорание, перегнали всю технику имеющуюся и начали вести опашку. Потому что условия очень тяжелые. Лес высохший после 2010 года, стоят сухие деревья, которые постоянно падают, опасные и для механизаторов, и для людей, которые здесь находятся. Поэтому здесь применяется только техника. У нас на сегодня здесь 4 бульдозера, 2 экскаватора мощных. И мы делаем минерализованные полосы для того, чтобы опахать и взять вот этот огонь в контур. В настоящее время ситуация полностью контролируемая. На территории Нижегородской области огня нет. Для того, чтобы и дальше не давать стихии близко подходить к линии городской контролируемой зоны, привлечены значительные средства ядерного центра города Федеральной пожарной службы номер 4 ГОИЧС. На месте работают более 200 человек и 20 единиц техники. Кроме этого привлекаем, у нас 4 водовозки работают. 54 тонны у нас воды привозят за один раз от транспорта. На сегодня мы обеспечиваем полностью все пожарные машины водой. Кроме пожарных и аварийных подразделений, активную работу проводят и механизаторы. Их главная задача – оконтурить очаг возгорания. Условия работы действительно непростые, даже не обошлось без потерь. В глубине леса на один из тракторов упало горящее дерево. К счастью, сам машинист не пострадал. Работа очень тяжелая. Мы работаем с 4 утра и порядка до половины 10 вечера. Как темнеет, мы до темна работаем. Сделано минеральных полос порядка 16 километров. Сделано таких широких полос, шириной порядка 20 метров, до того, что огонь не перескакивал. По словам специалистов, главная сложность заключается в том, что от горящих деревьев отлетает береста и создает новые очаги возгорания. Еще одна задача механизаторов – сделать так, чтобы пожарная техника могла оперативно добираться до нужной точки. И они с ней успешно справляются. Сейчас вот эта техника, которая работает здесь, мы идем навстречу. С Мордовией идет бульдозер большой тоже. Мы должны сейчас вот эту минерализованную полосу соткнуть. И будет проезд для пожарных машин обеспечен. На самом деле ситуация почему была сложная? Потому что нет проезда пожарной техники. Мы на сегодня обеспечили проезд пожарной техники, которая может подъезжать, проезжать по этим полосам минерализованным. И, соответственно, мы, в принципе, вот та часть пожара, она окольцована сейчас на сегодня. На сегодняшний момент вся ситуация контролируемая, поэтому нет опасности для города. Мы провели все мероприятия, значит, от контролируемой зоны. В 300 метрах от контролируемой зоны сделали опашку, минерализованную полосу. Поэтому городской территории ничего не угрожает на сегодня.